Накануне 115-й годовщины художника Виктора Киселёва, благодаря сотрудникам музея Пластова, наша съёмочная группа побывала на родине живописца в селе Комаровка Майнского района. Здесь нас гостеприимно встретила Наталья Викторовна Корчева, дочь Киселёва, вместе с семьёй. По её словам, именно благодаря Аркадию Пластову, народному художнику СССР, Виктор Киселёв состоялся как художник. Сначала он был его учителем, а потом они стали лучшими друзьями. Их дружба продолжалась 48 лет до самой смерти Аркадия Александровича. Потому что Пластов его очень настаивал, чтобы он не бросал дело, потому что жили-то очень тяжело. И он знал нужду папину, что трудно учиться, он уже был папа женат. В июле 1941 года, когда у Киселёва уже была семья и трое детей, его призвали на фронт. В редкие минуты затишья Киселёв брался за карандаш и делал зарисовки. Последний военный год он работал в студии военных художников имени Грекова. В 1945 году Виктор Васильевич создал своё полотно по фашистским стервятникам. Эта картина подкупает своей суровой правдой. Её копию можно увидеть в мастерской художника. Командование студии военных художников имени Грекова поощрило автора десятидневным отпуском домой. Этот факт личной биографии поездка в родную Комаровку лёг в основу очередных полотен Киселёва «Возвращение и вернулся». Копии картин тоже хранятся в мастерской. Отрывок из письма отца, где он говорит о картине «Вернулся», зачитала нам Наталья Викторовна. Этой картиной я защищала диплом в институте имени Сурикова в 1948 году. Есть ещё вариант этой картины, первый, который находится в студии военных художников имени Грекова, где я состоял военного художника в 1944-1945 годы. Этот вариант послужил мне эскизом к картине, находящейся в вашем музее. В Комаровке нам удалось поговорить с Владиславом Корчевым, зятем Виктора Киселёва. Он называет и тесть, и тёщу великими людьми в всевышнем образовании. Не тесть, не тёща ни разу не читали нравоучения, хотя поводы были для этого, ни разу. А воспитывали они нас своим примером, своей жизнью. Вот за этим низкий поклон до последних дней, в секунду своей жизни, буду им благодарен за это. Как им, так и своим родителям. Вот то поколение, они чисты, они трудолюбивы были и искренни. По словам Владислава, в семью Киселёвых он вошёл легко. Сейчас он с большой благодарностью вспоминает тестя, который научил его разбираться в живописи и видеть прекрасное. Своими воспоминаниями поделилась и внучка Виктора Киселёва, Вера Корчева, пианистка Ульяновского симфонического оркестра. В детстве, каждое лето, когда родители уезжали на гастроли, она жила у дедули с бабулей в Комаровке. По словам Веры Корчевой, дед всегда работал, а когда была корова, он вставал в 4 утра, чтобы выгнать корову в стадо. Вот я помню самое яркое воспоминание, когда спали мы здесь в терраске, в том доме. Дедушка идёт утром и сказал такие интересные слова, что «Верка, вставайте, всю красоту проспите». Я подумала, в каком смысле красоту? Я подумала, красоту такую, в смысле телесную, там лица, тело. Оказывается, он имел в виду, что красоту проспим, то, что утром вся природа просыпается. Выговорит, такие звуки, такие прелести природы, выговорит, никогда в дневное вечернее время никогда не увидите. Вера Корчева хорошо помнит, как дед писал с неё портрет. Ей тогда было 10 лет. Деду было очень сложно удержать на одном месте непоседливую внучку. И у меня дедуля уже это. «Вер, давай, ты посидишь». А в мастерской всегда было прохладно. Я же говорю, у нас даже сейчас на улице 30 градусов, а в мастерской очень свежо. Вот у меня помню, ты посидишь, вот смотри, я тебе включу пластинку. Вот одна сторона закончится в пластинке, и ты побежишь гулять, играть. И вот я сама позирую, я сама одним глазом смотрю, сколько там пластиночка прошла, где там иголка же. То есть вот это всё. Думаю, когда она приблизится к концу. Всё, сторона пластинки заканчивается, я убегаю. Последний путь Виктора Киселёва провожали всем селом, тоже из этого дома. Он скончался 14 июня 1985 года, на 79-м году жизни. Надпись на кресте вырезал Николай Аркадьевич Пластов. А через 7 лет, тоже 14 июня, не стало его жены Веры Ивановны. Перед отъездом Наталья Викторовна Корчева показала нам, в каком доме до 1946 года жили её родители и где бывал Аркадий Пластов. По её словам, он сохранился не совсем в том виде. Нет прежнего крылечка, которое выходило на улицу. А потом мы выехали на дорогу, по которой раньше к другу добирался в Комаровку Аркадий Пластов. Иногда с семьёй. Вот по этой дороге оттуда приезжали к нам Пластовы на Троицын день, уже когда у них не было ни велосипеда, ни мотоцикла. Они приезжали на лошади. Нанимали лошадь, запрягали в телегу и ехали по этой дороге к нам в Комаровку. Именно на Троицын день. И как-то была традиция. Наталья Викторовна называет эту дорогу «дорогой дружбы». Именно на ней зарождались сюжеты будущих произведений, как Киселёва, так и Пластова, которые теперь хранятся не только в Ульяновском областном художественном музее, но и в других музеях страны. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.